Добрый день, спасибо за ваш интерес к этой теме и к нашей работе. Дима меня уже представил. Добавлю только, что я работаю в Международном экологическом объединении Белона уже более 30 лет и занимаюсь проблемой, которая называется ядерное наследие. В первую очередь я хотел бы остановиться на затопленных и затонувших ядерно-опасных объектах, поскольку, по нашему мнению, это основная проблема, с которой сейчас надо будет разбираться. То ли России, то ли возможно вернуться те времена, когда к России в этих проектах присоединятся международные институты и другие государства. На этом слайде вы видите те районы, в которых были в свое время затоплены ядерные и рационно-опасные объекты. Это в основном вокруг архипелага Новая Земля. Основные объекты были затоплены. А также в других районах, в которых сбрасывались жидкие радиоактивные отходы или были затоплены, вернее затонули, несколько подводных лодок. В первую очередь речь идет о подводной лодке К-159 и о подводной лодке Комсомолец. Но подводную лодку Комсомолец мы сегодня рассматривать не будем, поскольку нет планов и нет намерений эту подводную лодку поднимать в связи с тем, что она лежит на очень большой глубине, более тысячи метров. Поэтому остановимся на тех объектах, которые в принципе можно поднять и существуют, по крайней мере до войны существовали такие планы по подъему этих затонувших и затопленных объектов, о которых будет идти речь. Что касается районов слива жидких радиоактивных отходов, которые вы видите на рисунке второй слева, то эта речь идет о тех районах, куда сбрасывались большие объемы жидких радиоактивных отходов, которые накапливались в основном при работах с реакторами, при перегрузке активных зон реакторов, так называемых операциях номер один, при ремонтах реакторных установок. Это имеется в виду эти районы. Ну, сразу хочу сказать, что сброс жидких радиоактивных отходов, это, собственно говоря, была такая обычная операция, обычная процедура, и никто никогда раньше не видел в этом каких-то проблем. В настоящий момент, вот на этом слайде, вы видите слева количество операций, которые были осуществлены по затоплению объектов, и те данные по количеству этих объектов и по их активности. Сразу хочу оговориться, что вот 80 операций по затоплению объектов мы очень внимательно изучали по количеству операций, по количеству затопленных объектов, и мы натыкались каждый раз на различные цифры. И здесь вот, если смотреть на эти цифры, то надо к ним относиться как к некоторым цифрам, как к средним цифрам, которые мы взяли из тех открытых источников, которые появились после распада Советского Союза. Во время Советского Союза вся эта информация была закрыта и недоступна. Как видно из левой диаграммы, в 1992 году были прекращены операции по затоплению твердых радиоактивных отходов, то есть перестали сбрасывать в море контейнеры с твердыми радиоактивными отходами, и другие радиоактивные отходы, которые не растворяются так, как жидкие радиоактивные отходы. Единственное, в 2003 году, вы видите, обозначено затопление подводной лодкой К-159. В общей сложности, если посмотреть на таблицу, которая справа, то вы видите, что затоплена одна подводная лодка К-27, и две подводные лодки утонули. Это «Комсомолица», о которой я уже сказал, и подводная лодка К-159. Кроме этого, были затоплены реакторные отсеки с подводных лодок К-11, К-19, К-140. Это имеются в виду реакторные отсеки вместе с реакторами, в которых находилось отработавшее ядерное топливо. Была затоплена экранная сборка атомного ледокола «Ленин». Затапливались суда с твердыми радиоактивными отходами, имеется в виду баржи с твердыми радиоактивными отходами. Они заполнялись этими отходами, потом их вытаскивали в район Новой Земли и там затапливали. И, кроме этого, бесчисленное количество затопленных радиоактивных конструкций, контейнеров с ТРО. И здесь есть цифры по количеству. Например, 17 тысяч контейнеров с ТРО было сброшено в Карское море. В основном в Карском море топились. Но, как я уже сказал, к этим цифрам надо подходить осторожно, поскольку мы встречались в свое время с теми людьми, которые руководили этими операциями затопления, и они сами достаточно скептически относились к этим цифрам. Иногда это учитывалось, иногда не учитывалось, но в среднем, даже не в среднем, а в общем это около тех цифр, которые вы видите. То есть контейнеров это 17 тысяч, а радиоактивных конструкций различного, это имеется в виду, например, насос первого контура, надо было куда-то его надеть. Иногда затапливали. Это гораздо меньше. Вот, собственно говоря, то, что было раньше. Павел Петрин спрашивает. Здравствуйте. Сбрасывают ли в настоящее время радиоактивные отходы в акваторию Баренцева моря? Спасибо, хороший вопрос. Давайте я скажу так, что вот узаконенного сброса радиоактивных отходов, как это было раньше, как то, о чем я уже сказал, такого узаконенного сброса нет. Сбрасываются ли радиоактивные отходы уголовным или криминальным способом? Ну, как вам ответить на такой вопрос? Наверное, сбрасываются. Я так думаю. По крайней мере, я вам хочу сказать, что когда подводная лодка возвращается, атомная подводная лодка возвращается с моря, то стармех или командир, они стараются... Жидкие радиоактивные отходы, которые, если они накапливаются во время плавания в дренажных или источных цистернах этих подводных лодок, то они стараются эти цистерны осушить и прийти в базу с сухими цистернами и не морочить ни себе, никому голову для того, чтобы проходить целую процедуру осушения этих цистерн в базе. Там небольшие объемы, там порядка одной тонны или полторы тонны, но все равно это сливается. Поэтому, еще раз, узаконенных процедур нету и никто вам не скажет о том, что кто-то сбрасывает, а уголовные такие процедуры, они могут быть. Вы говорите именно о военных кораблях атомных или о гражданских тоже? Я думаю, что и те, и те. И ледоколы тоже. Еще вопрос тоже от Павла Петрина. Несет ли угрозу затонувшая подводная лодка «Комсомолец» для Баренцева моря? Вы знаете, затонувшая подводная лодка «Комсомолец» – это такой специфический объект, потому что там кроме ядерных реакторов и ядерного топлива внутри этих реакторов, там еще ядерные торпеды с ядерными боеголовками. И поэтому сказать, что не несет, наверное, неправильно. Конечно, несет. Но на данный момент принята концепция, то есть организовывают к этой подводной лодке периодически походы. Они смотрят и измеряют, что оттуда вытекает или не вытекает, но нет разговоров даже, не то что каких-то планов или какой-то концепции, а даже нет разговоров о том, чтобы эту подводную лодку поднять. Потому что никто пока не понимает, как можно из глубины тысячи с лишним метров поднять такую подводную лодку. Но потенциально, да, это объект, который угрожает. Возвязанный вопрос про подводку К-27 от Джона Уордена. Можете ли вы сказать больше о фактическом или прогнозируемом воздействии этой лодки, затонувшей, на окружающую среду, чтобы оценить соотношение риска и выгоды от его повышения или нет? Может быть, какие-то предсказания, что может случиться с этой лодкой? Вот смотрите, К-27, почему все так беспокоятся о К-27? И вообще хотят К-27 в первую очередь вытащить. Она лежит на глубине, на маленькой, во-первых. А во-вторых, все беспокоятся о К-27, потому что в реакторе К-27 высокообогащенное топливо. Если, допустим, в обычных реакторах, то есть в водоводяных реакторах топливо, которое загружалось туда, это обогащение порядка, лодочное топливо я имею в виду, это обогащение порядка 20%, 25-20%, то там более 50% топлива. Высокообогащенное топливо, оно всегда, это такая штука неприятная. И поэтому хотят эту лодку поднять в первую очередь, вытащить из-за этого, из-за опасности этих. А второе, то, что я сказал, стенд, который находится, инфраструктура, которая находится в Гремихе, она не может стоять там и ждать вечно, пока с этой лодкой справятся. Они хотят эту лодку все-таки в Гремихе завершить утилизацию этой лодки. Есть несколько сценариев, было в свое время разработано несколько сценариев по поводу того, что может произойти на этой подводной лодке. Самый неприятный сценарий и сценарий умеренный. Но это все теории. При неприятных сценариях, это когда произойдет разгерметизация реактора, который, кстати, почему она так долго лежит? Ведь она там уже находится более почти 50 лет, да? Более 40 лет. Так вот, лодка эта готовилась, и реактор готовился к затоплению. Реактор и реакторный отсек заполнялись специальным материалом. Фурфурол там и другой материал, который использовался для заполнения. Поэтому сейчас, когда ведут мониторинг, они не видят, что с этой лодки интенсивно выходят радиоактивные какие-то элементы. Поэтому надеяться на то, что реактор все-таки еще не разгерметизирован. Хотя, изучая эти материалы, потом уже после того, как затонули, пришли к выводу, что они не абсолютно надежны. Вот. И рано или поздно, конечно, вода попадет в это высокообогащенное топливо. И тогда, значит, что может произойти, ученые тоже считают, при каких условиях что может произойти. Все опасаются, что последует какой-то мини, так называемый, ядерный хлопок, или, как они называют, маленький ядерный взрыв. И тогда радиоактивность, конечно, не будет ядерного взрыва в том плане, в котором есть там с атомной бомбой. Совершенно другие вещи. Но начнется самопроизвольная цепная реакция, и тогда радиоактивность начнет интенсивно оттуда выходить. Поэтому беспокоятся об этой лодке, и вот вокруг нее больше всего исследований, проектов, намерений и так далее. И быстрее всего, что эту лодку будут первую поднимать, если начнут поднимать. Здравствуйте, Александр Константинович, спасибо за большой доклад. Существуют ли оценки объема и состава сброшенных в акваторию жировом, жидких радиоактивных отходов? Я скажу так, что жидкие радиоактивные отходы, которые сбрасывались, это в основном были отходы, которые образовывались в местах технического обслуживания кораблей. Вот при перегрузках, как я уже говорил, при заменах парогенераторов, при еще чем-нибудь. И там, когда все это менялось, всегда образуются жидкие радиоактивные отходы. Поэтому состав жидких этих радиоактивных отходов, он известный, поскольку известный состав тех ядерного топлива и всего того, что они промывали там. Там нет никакой тайны состава, контролировалось ли это и насколько это контролировалось для того, чтобы предотвратить какие-то сильные загрязнения, но вряд ли. Я просто помню момент, когда в 1992 году Россия подписала конвенцию о запрете сброса радиоактивных отходов в моря и океаны, то есть жидких и твердых радиоактивных отходов. Я просто помню совещание в военно-морском флоте, в тылу военно-морского флота, который отвечал за эти операции, о том, что что же мы теперь будем делать, как же мы теперь жить будем, если нам запрещают сбрасывать радиоактивные отходы в наши моря, которые мы сбрасывали. Вот. И это наводило и вот с той позиции, которую я тогда занимал, я не знаю, чтобы там замеряли какие-нибудь, делали какие-нибудь замеры уровня тех радиоактивных отходов, которые сбрасывали, жидких особенно. И они просто заполнялись, ТНК так называемые, самоходные и несамоходные, ТНК вывозились и откачивались в море. Поэтому нету таких данных, нигде нету. И вообще вот документация, которая передана, допустим, Росатому от военно-морского флота, в частности от Северного морского флота, она очень, я бы сказал, настолько простая. То есть там очень много неточностей и там очень много данных, которых не хватает. Я вам скажу даже, что когда передавали Андрееву губу, то до конца непонятно было, какое топливо, откуда и в каком состоянии ядерное топливо в хранилищах, в этих блоках сухого хранения. Там даже эта документация не была передана. То есть это достаточно печальная такая история, но на самом деле это было так. Поэтому мой ответ такой, что нету нигде данных и никто не знает, какой состав и насколько эти радиоактивные отходы безопасны для тех районов, куда их сбрасывали.